В биографии Симона Ушакова немало пробелов. Известно, что родился он в 1625 или 1626 году. По происхождению был дворянином, имел родственников среди духовенства и монашистующих. О том, где и у кого учился живописи, данных нет. Зато есть сведения, что в 1648 году поступил на службу государю Алексею Михайловичу Романову в качестве художника. Именно в период его царствования были созданы самые значительные работы Ушакова. В середине 17 века Россия уже оправилась от смутных времен и вторжения интервентов. Поцарение династии Романовых ознаменовало новую эпоху для русских земель. Экономика упрочилась, а зарубежные контакты существенно расширились. Активно возрождалось и художественное искусство. Велись активные споры о стиле и качестве православных икон. Ушаков как раз был одним из тех, кто работал над слиянием новых художественных приемов и исконных традиций. Именно в таких условиях и была создана похвала. Уникальные иконы, имевшие политическое и государственное значение, которые представляли собой единое отображение истории Руси и Русской Православной Церкви. Образ написан для иконостаса Церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках, прихожанином которой, скорее всего, являлся Ушаков. Внизу в центре иконы изображены митрополит Петр и князь Иван Данилович Калита, с именами которых традиционно связывают возвышение Москвы. Они стоят на фоне заложенного имя Успенского собора, называемого в народе Домом Богородицы, и поливают прорастающее через него дерево. Раскидистые ветви украшают 20 медальонов с веками московских святых, митрополитов и первого царя из рода Романовых. По десяти с каждой стороны. Изображения расположены сверху вниз, как бы сообразуясь с ростом дерева, с некоторыми отступлениями от хронологической последовательности. В центральной виньетке представлен образ Богоматери Владимирской. Она выступает божественной покровительницей всего царского дома и Москвы. Сплошное заполнение поверхности иконы придает ей особую декоративность и зрелищность. В верхней части иконы нарисованы небосклон, на котором Спаситель передает парящим ангелам Венециризу, предназначенные Алексею Романовичу. Таким образом, Царь Небесный как бы благословляет направление царя земного. Надо отметить, что это был едва ли не первый на Руси опыт изображения на иконе простых мирян, государя и его семьи. Хотя в Европе подобная традиция в церковной живописи уже существовала. Общая композиция иконы напоминает изображение родословной средневековой сербской династии Неманичей. Впрочем, и это не первоисточник, а еще одно заимствование. Подобное представление генеалогических связей встречается на иконе Древа Иисеева, где показана родословная Иисуса Христа. Примечателен и тот факт, что Ушаков всегда оставлял авторскую подпись на собственных работах. Как правило, там указывалась не только дата, но также имя заказчика и место, для которого предназначалась икона. Это говорит о зарождении личностного самосознания у живописцев и принятии ими некоторой ответственности за созданные произведения. Данная икона не стала исключением. В правом нижнем углу на кремлевской стене видна надпись. И писал сей образ его государев Зогров, Пимин, Завомый, Симон Ушаков. Продолжение следует...